Юрий, у нас сегодня с тобой первое интервью в ранге игрока футбольного клуба «Балтика». И сразу же первый вопрос. Еще совсем недавно, непосредственно при твоем участии, Оренбург впервые в своей истории обыграл «Зенит». Но в декабре ты покидаешь штан «Сине-Белых». И давай для начала в двух словах о том, почему ты ушел из команды. Ну, ходил в отпуск, было все нормально. Потом в 20-х числах декабря позвонил спортивный директор, сказал, что клуб хочет со мной расстаться. Потому что, как я понял, берут легионера. И он мне позвонил, и я сказал, хорошо, если не рассчитывают на меня, зачем мне быть в клубе. И расстались хорошо, пожали руки друг другу, и спокойно я ушел. В январе несколько нетипичная ситуация для того футболиста, которого по праву можно назвать опытным. Ты футболист национальной сборной, за твоими плечами два десятка международных матчей и почти 50 игр в РПЛ. Но в Балтику ты едешь не подписывать контракт, а едешь на просмотр. Скажи об этом. Тоже позвонил Олегович Булочек, он меня знает, так как мы белорусы. И предложил такой вариант, приехать на просмотр, потому что Николаевичу нужно было посмотреть, как я буду выглядеть здесь в позиции латераля, а не полузащитника. Ну, я, конечно же, согласился, потому что знаю, что это команда с амбициями, и хотят остаться, и Премьер Лига все-таки хороший уровень, и хочется еще на хорошем уровне поиграть, поэтому я сразу согласился и перелетел сюда. Сергей Игнашевич отмечал, что сборы с нашей командой для тебя начались довольно-таки непросто, и было тяжело вкатываться, набирать физическую форму. Ну, да, потому что я дома тренировался, конечно, там, с дублирующим составом Днепра в своем городе, и ходил в тренажерный зал, но это все равно не то, когда ты тренируешься с командой, другая интенсивность, тем более уровень хороший, и поэтому интенсивность была другая, и первое время было очень тяжело. Но сейчас вот сыграл все игры, потихоньку вкатываюсь, уже в хорошей форме нахожусь. Вообще было ли какое-то, может быть, волнение внутри, может быть, переживание после матча, с точки зрения того, удалось ли приглянуться мне главному тренеру, не удалось вообще, что дальше? Потому что такая ситуация... Ну, такого не было, потому что для меня был шанс, просто я понимал, что да-да, нет-нет. И Николаевич тоже понимал, что я не в оптимальной форме, и поэтому, я так думаю, делал скидку на это тоже, что если я наберу, то я буду выглядеть лучше. Вздохнулся при чечении, когда сказали Юра, все, подписывай. Ну, да-да-да. Конечно, когда ты на просмотре, у тебя другие чувства, другая ответственность, и все другое. Когда ты подписываешь контракт и становишься полноправным футболистом клуба, то это по-другому ощущается. В этой зимней межсезонье в нашей команде много тесных переплетений давать двигаться поэтапно. Ты приезжаешь в команду, где уже находился Виталий Лисакович, с которым ты очень много времени провел в Солигорском шахтере в Беларуси, ну, и, собственно, непосредственно в сборной. Ну, да, с Виталией еще в Беларуси играли, он еще молодой был вообще парень. Поэтому какие-то связи даже на поле у нас с ним присутствуют, мне легче понимать его, даже в этом плюс. Ну, и он мне, конечно, помог адаптироваться, все объяснил, что как, поэтому. Следующий этап случился дуплетом. С разницей буквально в два дня в команду приходят Кирилл Копленко и Джейль Фамие, с которыми ты выступал в Оренбурге, выводил эту команду обратно в РПЛ. Да, с Кирюхой тоже мы хорошо очень общались в Оренбурге, жили всегда в одном номере. Ну, и большую часть времени я с ним проводил. И поэтому, когда я узнал, что мы можем подписать такого футболиста, как Кирилл, конечно, я обрадовался. И плюс это еще для меня было в том, что это мой хороший друг. Поэтому я тоже обрадовался. Вопрос касательно сборной. Ты начинал отборочный этап Евро-24, сыграл в шести матчах, но начиная с октября больше вызовов ты не получал. Но мы очень рассчитываем, что в 2024 году Юра Ковалев, будучи балтийцем, вновь вернется в сборную. Ну, там была ситуация, поменялся тренер. После Петровича Кондратьева пришел Аллас, испанец. Я при нем две игры сыграл, тоже латерали, он играет пять защитников. И, ну, наверное, я ему не понравился как футболист просто, и он рассчитывал немножко на другое. Поэтому перестал меня вызывать. Но сейчас я наиграю с латералем, я уже понял, как играть в этой позиции. Николаевич мне все объяснил, и я надеюсь, что сейчас вызов, ну, вызов поступит, и я приеду опять в сборную. Что касается позиций, ты играешь справа, можешь ли сыграть слевой? Ну, могу, да, но немножко там друг... Ну, разница есть, но мне привычнее справа. По сути, месяц ты уже провел с Балтикой. Вообще, насколько привык к ребятам на поле, привык подстраиваться под темп игры, под понимание? Да, в принципе, сразу привык. Николаевич все доступно объясняет. Даже это была не очень знакомая для меня позиция. Я там немного на ней играл. Но с каждым разом я все лучше и лучше понимаю требования. А с ребятами все парни вообще классные, классно приняли. И спасибо большое им за это. И помогли все адаптироваться. Какие-то вопросы я узнаю там у них бытового характера про город. Все. Они все помогают мне. Что хорошего рассказали тебе про город? Ну, сказали, что это очень красивый город, очень классные болельщики, которые там узнают на улицах, постоянно подходят, фотографируются, желают удачи, очень любят футбол в городе. Что море, хоть и холодное, но не очень далеко, поэтому так в общих чертах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова